Всем привет, друзья! С вами Гемелькар Барков. Всех приветствую. Смотрим турнир по второму риму, Кубок Наций. Будем смотреть за противостоянием двух весьма интересных фракций. Это у нас Галаты и против них Саба. За Галатого у нас играет ЦПУ-2, более известный как Хуни Гуариорус. За Сабу играет Лэнгдон. Лично я достаточно редко встречался с этим бойцом и особо сказать про него ничего не могу. Начнем с состава у ЦПУ. Вернее будем назвать его просто Галатом. Первая линия пехоты это воины кельтских племен. Две штуки. Дальше на флангах копейщик. Это у нас Галатский копейщик и еще один Галатский на другом фланге. Мечная линия это у нас 4 отряда галатских легионеров, плюс 1 отряд галатских мечников тоже на правый фланг смещен и 2 отряда кельтской прощи. А, еще копейщики. В тылу у нас стоят Галатские копейщики, да, по одному на флангах. Конница, наемная Каппадокийка, весьма неплохая конница. Ее две штуки, да, обе они на левом фланге и по центру и на правом фланге стоит по одному отряду знатных всадников. Очень дорогая элитная варварская кавалерия, плюс хашечки. Это у нас Галатский разбойник. Плюс к ним наемные конные застрелы. Что у нас за Сабу? Очень интересная фракция, называют ее имбой, но лично я ее таковой не считаю. Давайте посмотрим, как будет играть достаточно средняя варварская фракция против этой якобы восточной имбы. Начнем, пожалуй, с пехоты. Это сабейские копейщики. Две штуки выдвинуты вперед. Вот на флангах Морибская наемная гвардия, да, по одной штуке. Пехота ближнего боя, наемные налетчики Маската. Раз, два, три, четыре, пять. Наемные, 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 наемные. А, нет, это обычный сабейский мечник. Понятно, ладно. Стрелки, это у нас прачники, две штуки, три штуки. Ну и кавалерия сабейские катафракты на верблюдах. Раз, два, три, четыре. И плюс генерал, это Морибский катафракт на верблюдах. Да, весьма недурная конница. Вот эти вот катафракты потенциально очень сильные, если их грамотно задействовать в бою. Ну, еще одно копье стоит в тылу. Это сабейский копейщик. Само собой. Еще одно копье. Это сабейский копейщик. Ну да, в тылах копейщики такие тусуются. Непонятно, зачем это нужно против Галатов, но ладно. Игроку за сабу виднее. Идут на сближение. Ребята, посмотрим, чем это будет все разворачиваться. Лично я в противостоянии на данный момент ставлю всегда, когда встречается вот такая вот восточная фракция против варваров, ставлю на варваров, потому что мы сделали очень грамотные изменения в правилах, очень полезные. И теперь варварские фракции на своих копиях, они самых дешевых, могут использовать спилум. Это многократно увеличивает шансы варваров в матчапах против Востока. И эти матчи становятся более-менее играбельными. То есть Восток уже моментально перестает быть имбой. Плюс, конечно же, мы снизили лимит на пеших стрелков тоже на пользу игрекам и Востоку. Ну, здесь очень хочется прям игроку за сабу прочаржить пехоту Галатов, которая вперед выдвинулась. Но он это и делает, и что мы видим? Натиск 52 человека просто сходу на нахер нету. Здесь минус 20 человек нету. Но подбегают легионеры, кидают пилумы. Здесь на подходе знатная конница. Здесь тоже на подходе знатная конница. И здесь тоже легионер на подходе, который сейчас тоже захерачит сюда пилумы. Здесь конница въезжает в конницу. Получают, конечно же, пилумы. Вот что мы наблюдаем сейчас у этих верблюдов. Да, они хорошо въехали. Но моментально, даже вот оставшись на одну секунду в бою больше, чем это нужно, эти верблюды начинают нести чудовищные потери. Но они вот на выводе теряют 10, 11, 11. Вот оба отряда по 11. Здесь что? Здесь вообще 15, 16. Огроменные потери. Здесь что? Здесь он остался стоять, и он еще потерь не понес каких-то сильных. Заходит вторым темпом пехота Сабы. Туда же заходит и пехота Галат. Ну и моментально здесь Сабийский копейщик уходит домой. У него там дела, мама кушать позвала. А здесь верблюжатина очень сильно пострадала. Она пытается чарлиться в галатских легионерах. У них это не получается. Они цепляются своим краешком за какой-то другой отряд. И натиск абсолютно не проходит по галатским легионерам. А что мы видим? Абсолютно спокойно играет игрок за галатом. Абсолютно спокойно. Не нервничает. Просто он знает, что ему нужно делать. Он не паникует. У него есть все необходимые юниты. Здесь уже минус катафраг. Ну посмотрите, минус. Он получил пилом и все. И тоже домой. Тоже кушать мама позвала. Здесь спокойно маневрировать. Эти дротики на флангах. Когда нету возможности этим катафрагом вырваться в тылы и спокойно работать в тылах. То есть игрок за галатов понимает, что ему нужно делать. Ему нужно прикрывать тылы своим пацанам, чтобы вот эта верблюжатина не смогла делать грязь в тылах. У него это получается. Он не паникует. Его пехота знает, что делать. Ну да, вот эти пацаны у них начиск 36. Но это всего лишь на все средняя пехота. Средняя пехота. Очень тяжелая. Да, они с натиском нанесут потерь. Но дальше, чем больше будет длиться бой, тем больше здесь будет перевес у галатских легонер за счет их массы. За счет того, что они тяжелые. За счет того, что у них есть броня. За счет того, что у них хорошие навыки ближнего боя. Да, тут пытаются натиски делать через своих. И это не получается. Попытка здесь пройти в тылы. Генерал гоняется за Каппадокийской кавалерией. Не знаю, получится у него поймать или нет. Но вот все-таки... Нет, ну видите, он убежит все-таки. Да, с потерями, но убежит. Каппадок спасется, скорее всего. Ну и что мы видим? Такая танковая рубка по центру. И постепенно вот эти вот имба-верблюд куда-то делись. Очень странно, куда? Вот здесь по центру просто в наглую прорывается наемный Каппадок и убивает. Убивает. Ну здесь, конечно же, протаскивает. Хуй не говорил. Он любит это делать. Но в любом случае, минус стрелок. Здесь умирает копейщик. Очень большое количество войск на него навалилось. И он, конечно же, вот этого не выдержал. Вот здесь целый отряд. Огромный отряд катафрактов гоняется за Каппадоком. Хотя он в это время должен помогать своим войскам. Находя рядом с ними. И все. Вот все. Закончились. Вот вроде бы только что были вот эти собаки. Такие грозные. Имба. И вот уже закончились. Их уже нет. Опять-таки, я считаю, что по этим правилам имба-фракций на Кубке Наций нет. Поэтому, ну не знаю. Вполне все играбельная фракция. Игрок за Галатов показывает очень классную игру. Он показывает всем, как нужно разбираться с этой сабой. Что ни хера она не мимба при правильном составе, при правильном подходе, при правильном контроле. Есть, конечно же, слабые и очень домные фракции, которые против сабы ничего не могут сделать. Но невозможно придумать и сбалансировать идеально все фракции. Такого не бывает. Такого не было никогда ни в ни одном турнире. И этот Кубок Наций, к сожалению, тоже не исключение. Но в большинстве случаев саба, конечно же, получает леща при грамотном и спокойном контроле со стороны оппонента. Да, очень неплохой игру показал Лэнген. Он старался, он что-то пытался придумать. Но опыт Хуника, он все-таки дал о себе знать. И ветеран множества турниров. Очень спокойно здесь ЦПУ-2 переигрывает сабу. Давайте поставим на вторую скорость. Я не знаю, что здесь может на 2 минуты еще происходить. Ну что ж, давайте посмотрим на цифры. Начнем, конечно же, с сабы. И начнем, конечно же, с стрелков. 39, 34, 18. Ну, ничего особенного. Весьма посредственный результат. Обычные прачники. Но можно было, конечно же, и получше. Дальше копейщики. Сабейские 43, 37, 10, 83. Ну, в принципе, не так, чтобы фу-фу. И не так, чтобы вау-вау. То есть, в принципе, нормальные такие средние цифры. Морийские наемные гвардейцы. Они показали 128. Хорошие цифры. И обычные сабейские мечники 62. Здесь еще один марийский наемный гвардейец. 114 человек. Он завалил хорошие цифры, на самом деле. Наемные налетчики. Маската. 62, 28, 66, 44. Ну и что, что у них накисть 36. Ну и хер с ним. Они все равно врезаются. Да, наносят потери. А потом сами же дохнут в этом ближнем бою. Как, я не знаю кто. Что показали верблюды? 101, 35, 110, 75, 120. Ну и где здесь имба? Я не вижу. На уровне обычной мастерики. Они в этом бою себя показали. Верблюды очень медленный юнит. И он просто буквально на один раз. Если он зашел в бой. И если ты хотя бы совершил одну ошибку. То ты его уже оттуда живым не выведешь. Собственно говоря, мы это и увидели. Только что. Ну и смотрим на Галат. Что они показали? Ну, легионер великолепно. 129, 145, 142, 267. Отлично. Галатский копейщик 103, 71, 58, 44. Обычно галатский мечник попал под натиск верблюжатин. И там всего лишь навсего 7 человек. Убил, судя по всему, пилумами. Кого-то там завалил. Прачники 38, 27. Ну они весь бой жили. И, собственно говоря, нормально. 27, 9. Обычные воины кельтских племен. Конница. Генерал 45. Знатная конница 87. Дротики 146. Отличная цифра. Ну и обычные наемные застрелы 27. Ну, в принципе, это очень домные отряды. Для них, в принципе, даже 30-40. Это нормальные цифры. Каппадокс 122, 54. Вполне себе приемлемые цифры. Ну, вот эта очень дорогая элитная конница себя, конечно же, не оправдала. Собственно говоря, вот такой вот бой. Посмотрели на Сабу, на новую фракцию для Кубка Наций. Да, она появилась в одном из последних DLC. И, в принципе, достаточно неплохая фракция, но далеко не имба. Поздравляем ЦПУ-2 с победой. Лондону желаем успехов дальше на турнире. Всем большое спасибо, друзья мои. Подписывайтесь на этот канал. Здесь будет еще очень-очень много интересных видео. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok